Университетские ученые продолжают вести поиск потенциальных лекарств из бесчисленного множества химических соединений. Постигают это искусство в химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального. В России подобных магистратур еще не было. Сема информатика это наука, позволяющая разработать предсказательные модели, то есть математические модели, предсказывающие поведение еще не синтезированных соединений, какие у них будут биологические, физические или химические свойства, на основании анализа существующих данных по уже известным молекулам. Из сотен тысяч кандидатов в лекарства до рынка доходят лишь единицы. Основная причина заключается в том, что традиционные методы создания лекарствуют довольно долгие и затратные. Но хемоинформатика, которую активно развивают в Казанском федеральном, не только помогает выбрать потенциальное лекарство, но и не вкладывать большие денежные средства в лабораторные исследования. А потому неудивительно, что специалистов этого профиля, как говорится, отрывают с руками. В рамках данной программы не только готовят специалистов по фармацевтике, но и создают новые лекарства для медицины и ветеринарии. Пока ВУЗ делает упор на ветеринарию, университетские ученые разрабатывают лекарства от патогенной микрофлоры. На основе биомиметического подхода, например, это подражание природе. То есть природе вот есть эти структурные фрагменты, которые приводят к наличию высокой биологической активности. Бурная научная жизнь кипит в стенах Химического института КФУ на протяжении уже двух веков. Более того, легендарная химическая школа получила новый импульс благодаря открытиям младых ученых, которые уже связали свою жизнь с наукой. Так что можно быть абсолютно уверенным, что Казанский федеральный уже стоит на пороге новых открытий мирового значения. Ведь ученые-энтузиасты в нашей стране еще не перевелись. Адель Шмилова, Роман Самарин, Универ Ньюс.